Бытует мнение, что дорожно-ремонтно-строительное управление занимается исключительно ремонтом дорог. Однако это далеко не так. Помимо своих основных обязанностей, ДРСУ выполняет и ряд других. Продолжить ремонт ранее начатых покрытий по улицам проспект Арзенбей и проспект Аяйра сейчас невозможно по техническим причинам. Временно приостановлена работа по проспекту Мира, проспекту Аяйра, в связи с тем, что нет асфальтобетонной смеси на заводе, на том заводе, на котором мы закупаем асфальтобетонную смесь. Но, как я до этого сказал, в ближайшее время, в ближайшую неделю работы будут возобновлены и продолжены. В списке текущих работ ДРСУ пунктов с каждым днем только прибавляется. В эти дни работники МУП очистят фонтан у драмтеатра, который находится на балансе ДРСУ. Это плановые работы. Нагрузка в курортный сезон не возрастает. Он работает круглый год и практически пачкается. Одинаково проводится работа ежемесячно. Ежемесячно проводится текущая очистка фонтана. Фонтан обрабатывают специальными химическими составами, которые не только очищают корпуса, но и препятствуют их коррозии. Помимо того, что работники придают фонтану эстетический вид, они решают и еще одну очень важную проблему. В сферу деятельности ДРСУ также входит и расчистка водных коллекторов. На днях поступила заявка от жителей проспекта Аяйра. Забились водные канавы. Проблему создает не только Ил, но и растущая перед домами жителей трава. Однако расчищать свои приусадебные участки люди не торопятся. Считают, что это обязанность коммунальщиков. По заявкам жителей проспекта попросили, чтобы почистили вновой коллектор от Иллигрази. И мы чистим ручной. Вот вы сами убедились, как чистим и как мы находимся в каком положении. Не сразу заметно и то, что в этой части города находится водный коллектор. Сюда и ведут те самые канавы. Мощные заросли ежевики и сорняков красноречиво говорят о том, что коллектор не чистили давно. А ведь это чревато последствиями. И тут у местных жителей Надежда опять на ДРСУ. Потому что этот объект весь полностью с города идет, вода, речка протекает. Вот этот объект надо чистить. В прошлом году почистили, а в этом году придется еще обратно чистить. Каждому жителю Сухума хочется, чтобы его город был красивым и ухоженным. Однако если полагаться лишь на работу коммунальщиков, ничего не выйдет. Забота о благоустройстве – задача каждого. И не только людей, в чьи должностные обязанности это входит. Илана Казамана, Уранклап, Абазадове.